Самый известный момент в этом плане идет с шарашками. Тут очень интересный вариант. У нас ни за что сажали конструкторов, зверски их репрессировали, их расстреляли, но они потом вышли на свободу, делали самолеты. Как-то так получилось по перестроечной пропаганде. Как на самом деле это выглядело? Вот у нас крупнейшие КБ, которые занимались военными самолетами. Это Тупоревская и Поликарповская. Поликарповская у нас выдает на гора постоянно новые самолеты, при этом оно гораздо меньше Тупоревского. Так вот, и там идут у нас И-16, И-153, разрабатываются новые И-180, И-185, скоростные бомбардировщики, то есть куча всего. И вот у нас есть Тупоревская КБ, которая, собственно говоря, очень мощная, большая, и сначала она делала великолепные самолеты. То есть, допустим, то, что летало в Америку, он создан был КБ Туполева, создан был двухмоторный тяжелый бомбардировщик ТБ-1, четырехмоторный, в общем-то уже стратег настоящий, ТБ-3. Но это все у нас 33-й год идет, 33-й максимум, 34-й. После этого начинаются проблемы. То есть, как? У Туполева было даже такое понятие, как открытый счет. Это государство давало возможность трать сколько хочешь на то, что тебе надо? Да, по сути, давало право потратить чуть ли не на эмиссию денег. То есть, можно было любую сумму денег просто взять под свой паспорт. И на что он их брал? Ну, как? На работу своего КБ. Но КБ разрастается, народу там становится очень много, оно доблестно трудится, а новых самолетов, которые принимаются военно-воздушными силами, нету, нету и нету. Но отвечать за это никто не должен, он творец. Да. Потом на КБ Туполева обрушились репрессии, то есть, как? Их обвинили в саботаже, в растрате денег, т.е. Туполев как раз растратить денег проходил и так далее. И начали разбираться, что к чему. КБ Туполева было разукрупнено, то есть, была создана Месейщевская КБ, которому сдали задачу построить... То есть, поскольку внутри был ряд других конструкторов, то поделили на разные конструкторские бюро. Да. Самое известное, допустим, это Месейщевская, Петляковская, собственно, Туполевская. И на каждое КБ было выдано задание. Т.е., например, Петляковская делала скоростной высотный истребитель-перехватчик, а Туполевская КБ должно было сделать скоростной четырехмоторный высотный дальнепикирующий бомбардировщик. Т.е. вообще невозможный проект. И при этом была четкая мотивация, т.е. как только самолет взлетает, соответствует ТТХ, все на свободу с чистой совестью. Вот это и называлось шарашки. Т.е. им обеспечили возможность работы, но с них требовали работы, и до того, как они ее выполнят, они находились на положении людей с ограниченными правами. Т.е. заключенные. Ну, я бы сказал, жили на казарменном режиме. Да? На территории некого предприятия. Ну, скажем так. У них ограничена свобода. Т.е. Ты немножко не так говоришь. Ты сказал, что было произведено разукрупление, а разукрупнение – это фактически посадка получается. Т.е. было создано несколько КБ из одного. Т.е. было большое КБ, стало несколько мелких шарашек. Т.е. если их куда-то закрыли, то, в общем-то, наказаны каким-то судебным порядком. Т.е. Я так понимаю. При этом, по всей видимости, Туполев транжирил деньги не туда, а отвечать пришлось всем. Нет, не всем, тем, кто занимал какие-то ответственные посты. Ни рабочих, ни рядовых чертежников не закрывали. Закрыли тех, кто имел право подписи, за что-то отвечал и т.д. Т.е. если такое ФКБ происходит в огромном, то, что ничего не идет на выходе, а деньги прожираются, то, значит, все, кто там за что-то отвечают, они все виноваты. Т.е. логика вполне понятна. В плане саботажа это выглядит именно так. Естественно, да. Т.е. А соседняя организация? Кто там второй был? Т.е. Поликарповское КБ. Он так и оставался на свободе, все нормально было, никакой шарашки. Он выдавал на горы самолеты, но на этих самолетах наши пилоты летали. Они сражались. В Испании сражались, в начале войны сражались. Кроме того, было Яковлевское КБ, это все работало в это время, уже с начала войны, оно работало под Берией. А шарашки показали прекрасные результаты, т.е. еще до войны были сделаны шарашки, тот же самый Пе-2. А Туполевское, собственно, головное КБ, оно создало самый лучший момент в мире, по-моему, пикировщий бомбардировщик, который назывался Ту-2. Правда, в серию он пошел позже, но это уже была не вина Туполева. Потом двигатели на другие самолеты пошли, а пока переделали под новый двигатель, поэтому в серию пошел позже. Но даже с неподходящим двигателем он все равно оставался одним из лучших самолетов в мире в своем классе. Правильная мотивация, и оно заработало. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok